Ну что ж, с всем говорим огромный привет. Почему мы сегодня в такой одежде? Я знаешь, как мы... А потому что. Нет, ты все-таки девушка из Ванхельсинга. А ты будешь моим Ванхельсингом. Нет, а знаешь, у меня такое ощущение, вот я в этом одеяне, и мне хочется спасти мир. Ну, так давай спасем ему прямо сейчас. Я с тобой согласен. Здравствуйте, хочу посмотреть клип Айкина «Доброе утро». Ну что, Женя, все-таки эту встречу мы ждали два года. Ты не представляешь, как мы ее ждали. Кстати, я думаю, что прямо сейчас наши телезрители заметили, в каких одеяниях мы сейчас сидим. В крутых одеяниях, на самом деле. В крутых одеяниях. Потому что сегодня у нас в программе тот человек, которого мы ждем уже два года, и который соизволил сегодня к нам все-таки попасть, прийти. Это Айнур Трюзбек, наш дизайнер, наш же мировой дизайнер. И я думаю, что тот человек, который о моде, в принципе, знает чуточку больше, чем другие. Чем мы, это точно. Как дела? Здравствуйте, в первую очередь. Здравствуйте, страна. Здравствуйте, уважаемые ведущие. На самом деле, для меня честь всегда вещать на родине. Потому что принцип патриотизма, он воспитан в нас, наверное, с молоком матери. И действительно, все, что мы делаем, мы стараемся делать это достойно, так как мы внесем флаг родины. Ну, то, что встреча действительно долгожданная, это действительно так, но на самом деле это не то, чтобы соизволило, да, просто ввиду, да, вот, графиков плотных не всегда получается. Я слежу за журналами, слежу за маме. Очень много интервью зарубежных, наших, приписывают вам, да, ну, очень много. Кому-то вы нравитесь, да, кто-то хает и постоянно говорит, да че, 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 черное все, все какое-то кожаное, непонятное, мужское и так далее. Вот мы сегодня хотим развеять этот мид, да, поговорить о безвкусице, поговорить о наших дизайнерах, поговорить вообще о уровне моды, к которому вы сегодня добрались. Потому что, насколько я знаю, что ваша одежда сейчас продается в Саксовеню, вместе с брендами такими, как Дольче Габана, Прады и всеми остальными мировыми брендами. Легко было или нет прийти к этому? Вы знаете, вообще изначально цель была не для того, чтобы всем понравиться или удивить кого-то, или вызвать там какую-то реакцию, да, потому что негативная реакция, это тоже реакция. И как вы знаете, от любви до ненависти один шаг, сегодня любят, завтра не любят и наоборот, да. На самом деле мы философски относимся и уважаем мнение каждого, то есть не любят, у него на это есть право, он не обязан меня любить. Но уважать должен, хотя бы потому, что человек что-то сделал. Это не касательно, в частности, меня, да, это касается всего. И тогда, наверное, чуточку вот этот лучик добра, который он сам себе порождает, он ему и принесет благо, потому что негатив, он множит негатив. И тьму никогда не победит, тьмой нужно кому-то, кто-то должен включить свет. Вот, наш, во-первых, мода для меня, это хобби. Все-таки есть какая-то основная профессия? Да, я юрист, доктор юридических наук. Два образования защитили диссертацию, насколько я знаю, в Москве. А еще, ребята, внимание, мама троих детей. Наверное, это моя основная. Да, это все Айнур Туризбек. Это все Айнур Туризбек. Знаешь, когда я читаю интервью, вы мне кажетесь космической. Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень волнуюсь, мне очень приятно, потому что на самом деле, к сожалению, сегодня, не зная чего-то, не имея образованности, знаний, то самое пресловутое невежество, оно, к сожалению, набирает обороты. И люди стараются загасить каким-то негативом, облить и вот что-то сделать. Ну, все, что они делают, они делают самим себе, потому что мы им хотим сказать спасибо за небезразличие, потому что в любом случае читайте, в любом случае есть реакция, поэтому и на том спасибо. А вот мне интересно, раз мы затронули тему добра и зла, но я уверен, что вы на стороне добра все-таки лучики. Черный цвет. Да, Света, почему черный цвет? Вы знаете, вообще, мода это творчество, реализация творчества. Существует несколько направлений, культуры, прет-а-порте, хай-энд. Мы находимся в хай-энде, это направление, оно возникло в 2008 году где-то и объединяет всех тех, кто как бы сторонник интеллектуальной моды. Это та самая мода, где мы реализуем себя, творчество, потому что для нас мода это не вещи, это не смотки, не тряпки, как грубо говоря, да, это творчество. Это искусство и показывая коллекции на подиумах мы рассказываем историю. То есть это некая философия, это некая исповедь, да, если хотите, которой мы делимся с людьми. То есть все то, что вы видите на подиумах в коллекциях, это моя точка зрения, это моя история, которая рассказана так, как я это вижу, потому что я не хочу лгать. То есть я люблю черный цвет, я его обожаю, потому что черный цвет это сумма всех цветов, которые не будь черного, люди не подчеркнут белое. И черный это не негатив, потому что как раз таки негатив, все, что негативно на рентгене, это белое, да, поэтому всегда у любого, у любой вещи есть плюс и минус, да. Опять-таки все относительно, все субъективно, поэтому мы относимся очень толерантно к мнению каждого, к каждому, да. А вообще мода, она выходит из моды, и если человек хочет творить, он должен творить для того, чтобы самореализоваться, для того, чтобы поделиться. А тот, кто разделит с тобой эту идею, да, он разделит, тот, кто не разделит, да, тот не разделит, это капитан очевидных, да. И насильно мил не будешь, и как бы надо просто делать свое дело, делать достойно, системно, зная алгоритм, честно, не лгать. Потому что если лгать и делать то, что понравится кому-то, 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 ведь мнения, они меняются, а вы в погоне за мнениями теряете себя. А затем уже тяжело понять, кто ты, потому что ты становишься тем, чью маску носишь. Ну, а мы не потеряемся на лучшем музыкальном? И сейчас всем пожелаем отличного настроения и посмотрим, что у нас заказывает народ. Поехали. Всем привет, хочу заказать клип Бенни Бенаси Satisfaction. Ну что, Жень, давай поиграем все-таки, точнее, разбавим нашу обстановку, такую, знаешь, философскую немного, а Ситуэйшн, игрой. С удовольствием. Ну что, поиграем мы сейчас в такую игру, как Ситуэйшн, вот, Женя, объясняй. Ну, ладно, я объясню, смотри, в общем, такая ситуация, Женя будет произносить их, абсолютно разные ситуации, там, я не знаю, увидел автомобиль, да, и нужно показать своими эмоциями эту ситуацию. Ты реагируешь на эту ситуацию. Это сложно, это сложно, но это возможно. Давайте попытаемся. Ну, я не обещаю, что сейчас. Да нет, это не номинировано на Оскар. Да? Это все для нас, да. Все, поехали, первая ситуация. Готовы? Твоя модель упала на подиуме. Вставай. Это было так и задумано. Канни Уэс купил твою куртку. Я куплю его. Узнала, что очередной раз беременна. Ура. Обошлась. Наверное, побрызгаю. Часто я. Прокатилась на воздушном шаре. На воздушном? Да. Да. Реакция какая? Какая? Там. Глаза, наверное, будут. Большие. Падаешь с велосипеда. Терплю. Твой показ проходит на неделе моды в Нью-Йорке. Было. Волнительно. Вот по поводу показов. Был ли волнительный какой-нибудь показ? Или все показы ваши очень волнительны для вас? Ни для кого не секрет. Выставлялись в Париж. Мы находимся в сегменте, который называется хаэн. Как я уже говорила. И он требует такого подхода концептуального ко всему. То есть к коллекциям, к презентациям. Конечно, стартовый поинт, от которого мы оттолкнулись, это казахстанская неделя моды. Где мы узнали, что такое подиум. Потому что у меня, если честно, нет образования в области фэшн. Умышленно. Чтобы не загонять себя в рамки какие-то. Вот этот черный квадрат, он мне нравится. Да. Хотя с точки зрения творчества, сказали бы, а что в нем такого, да? А в нем загадка. Казахстана мало стало? Почему уехали куда-то дальше? Вы знаете, не то чтобы мало, но просто мы на этапе развития, да? И вот эта вот эволюция, хотелось уже реализовать себя как-то там, где миллион дизайнеров стурмуют ту самую столицу фэшн, да? И помолившись, получив благословение, я отправилась в Париж, да. И получилось как ложка к обеду. Потому что то, что мы несем, особенно последней коллекции, мы стараемся познакомить людей с этникой, с историей Казахстана. Вот у нас была коллекция моно-показ, мы делали на мосту около парка первого президента, которая называлась «Дниурган Китфейн». То есть то, что это такая сакральная фраза казахская, то, что мое будет у меня. Ну, то есть это только позитивный посыл, что ты должен делать, ты должен идти, путь как бы одолеет идущий, а затем уже получать блага. То есть не торговаться, да, с Богом. Давай я вот это сделаю, а ты мне вот это сделаешь. А просто стать, идти, делать. Вообще, как бы, благо в жизни, это никогда никому ничего не доказывать. Потому что это тщетно, это утопия. Не нужно этого делать. Просто, как бы, мы стараемся. У нас очень много было репли, говорили, почему у вас написано «Бьюранкет Пейт» православными буквами. Даже такое было. Я просто не знала, что буквы «Вера» исповедует что-то. На самом деле написано на кириллице, то есть то писание, которое сегодня использует казахский язык. Но даже к этому придрались. Сразу приняли? В Париже? За бугром. Да. Или же все-таки, а получилось, сказали, нет, это не то. Как отличается наша, вот, конечно, там? Да, конечно, отличается в том плане, что люди, им интересно все, что новое. А чем можно удивить кого-то, да? Опять-таки, своими корнями, своей историей, своей этникой. Но не такой кричащий, да, вот, а именно концептуальный. То есть через призму себя. Затем у нас была коллекция, называлась «Герой», «Кахарман». В этой коллекции мы рассказали о героях наших, да, ну, опять-таки, через призму нас, о героях Отечественной войны, о временах, а вот, как бы, именно пытались показать, вот, через призму одежды, как это было и какова жизнь была за железным занавесом. А это тренд сегодня, оказалось. Ну, как бы, и по сей день в Париже это тренд. Затем была коллекция у нас «Щежире» родословная, по мотивам которой мы сняли фильм короткометражный, черно-белый, без слов, за всех говорила музыка, рассказали в нем о патриотизме, о чести, о добрости. И вот провели презентацию. Сейчас мы вот готовим новую коллекцию, которая будет называться «Благословение». У нас она будет представлена? Да, она будет представлена осенью. Здорово. Каждый дизайнер может попасть туда? Или же все-таки здесь играет и финансовая часть? В связи, возможно. В связи, финансовая часть, что-то еще. Или вот каждый простой дизайнер, который сейчас создает, да, что-то интересное, новое, может взять и уехать в Париж и представить свою коллекцию? Вы знаете, это действительно так. Есть вещи, которые нельзя купить. Есть вещи, которые, наверное, действительно благословлены слыши или что, потому что это где-то удача, где-то успех, но это и работа, это труд. И действительно, если Париж увидит, что есть рациональное зерно в том, что ты делаешь, и ты знаешь, что ты делаешь, и ты знаешь, куда ты идешь, то я думаю, он поддержит. Ну, а мы поддержим наше настроение отличной музыкой, если бы не против. Конечно, не против. Посмотрим все-таки, что заказывают прохожие в Достык-Классе. Привет, Музон. Я хочу всем передать привет. Привет каналу, всем тем, кто меня знает. Меня зовут Серик. Хочу заказать клип у Л.А.М. и Бритни Спирс. Ну что ж, мы вот серьезные глобальные темы затронули, но я все-таки хочу узнать Айнур Турезбеку домашнюю. Какая она дома? Она вот такая же космическая или ходит в трениках без мейка, я не знаю, с дуркой на голове? Без кожи, без божественных, без божественных этих паспортов, на которые я смотрю и думаю, ну как так вообще можно было придумать? Да, вот какая Айнур Турезбеку дома? Наверное, лучше скажут домочадцы. Вот так, как домочадцев нет сейчас. Дома я стараюсь, я вообще стараюсь быть такой, какой я есть. То есть и дома, и на улице. Мы знаем, что дети называют вас на вы. Да. Это, наверное, семейная традиция. Мы с родителями, я с родителями на вы. Ну, то есть мы, да, дети. Дети, соответственно. Мама часто дома бывает? Или все-таки дети привыкли, когда мамы нет? Ну, вы знаете, мама это я, да? Да. А я думала, моя мама. Вы знаете, я очень стараюсь почаще быть дома, но, к сожалению, бывают перелеты, бывают гастроли, да, если вашим языком говорить. Ну, на самом деле, я считаю, что родители детям дают некую платформу, да, фундамент в виде ген, образования, воспитания, а затем все шлифуют личным примером, да. Так вот, личный пример, который они видят, я думаю, что он их стимулирует и заставляет серьезно задуматься о том, что им нужно стать лучше меня, да. Потому что и как бы мы приучаем детей к труду, к тому, что ничего с неба не падает, что рыбу нужно словить, а затем ее есть. Отличная политика. Никто рыбу не принесет, да. Но детям придется тяжело, я так скажу. Конкурентоспособные для того, чтобы они были конкурентоспособными, потому что сегодня в рыночных условиях, в условиях глобализации конкурентоспособность играет огромную роль. Как в вас умещаются такие два противоположных, наверное, качества, как творчество, да, дизайнер и так далее? И, с одной стороны, серьезная работа. А вы знаете, творчество, дизайнерство – это очень серьезная работа. Это философия, это лицо, это, кстати говоря, та призма, через которую тебя как бы узнают, критикуют, критиканствуют, да, если хотите, вот. То есть это такая ответственность, и для нас это не просто, да, вот как я уже говорила, тряпки. Это серьезно, и это даже где-то наука, потому что добиться какого-то успеха, а успех, он исчисляется, ну, как бы, в результате, да, рейтингов в мировой прессе, селебрити, которые тебя носят. И вообще, как бы, выжить в этом непростом мире фэшн, да, потому что мода, она выходит из моды. Как вот, и гнаться за трендами, за брендами и так далее, это бессмысленно. Все, что ты можешь делать, это найти себя и жить в гармонии с самим собой. Если ты хочешь творить, нужно творить честно, искренне, не лгать. А вот мне интересно, вы носите обыкновенные масс-марки? Конечно. Ну, например, можно вас увидеть в достойк платье, покупающую сумочку от Zara, может быть, ничем ДМ? Что? Вы знаете, вообще, неймдропинг, да, это вот погоня за брендами, да, она тоже, это тоже утопия, да, просто не угонишься, ты не сможешь купить все. Поэтому у тебя в голове должна быть некая система твоего стиля, то есть должен быть стиль, потому что так как мода, она возвращается, меняется, а стиль, он остается. И каждому человеку коснет свой стиль, да. Поэтому, как бы, мы рекомендуем обращаться к стилистам, которые систематизируют гардероб. Это специалисты по одежде, да, которые помогут вам найти себя где-то, да, помогут подчеркнуть ваши достоинства, скрыть недостатки. То есть это целая профессия, которой люди учатся. И когда ты знаешь, ну, то есть когда, это как слух, да, его нужно развивать, так и вкус. То есть, конечно же, мнение каждого, вкус каждого нужно уважать, да, но есть вещи, которые человек через призму тщеславия не видит, да. И когда ему показывают, что, оказывается, вот как. Он говорит, нет, потому что, как правило, девушка думает, если она вот не обтянется, никто не увидит, что она, что у нее сексуальность. Да. О сексуальности принято кричать. Ну, это же крик такого вопьющего в пустыню, да. На самом деле, мужчинам что интересно? Интересная загадка. Что кроется под одеждой? А что для вас у яд? Яд? Яд, наверное, это переход грани. То есть между сексуальностью и вульгарностью очень маленький габ, да, пространство, которое нельзя переходить. А вы когда-нибудь переходили это пространство? Да нет, у меня куританское воспитание. Да, все четко, да? Даже если хотела. Очень мне интересно, ценовая политика. Но для кого-нибудь секрет, что вещи... Кстати, мы прямо сейчас посчитаем. Это Айнур Перезбек может, не может позволить каждый. Да. Это не для простых. Я так скажу даже. Давайте теперь, грубо говоря, посчитаем. Вот мы сегодня в ваших одеяниях. Сколько бы нам вышло, это... Чтобы мы вот Жене купили вот эту замечательную вещь. Нет, как бы вы сейчас не формулировали свой вопрос, на него я ответить не могу, потому что этим занимает отдельный департамент. Все, что я делаю, я занимаюсь в творческой части. Ага. А затем уже люди... Затем мы выбираем материалы, делаем, как правило, с нуля. Да, вот на вас, например, кожа каменного окраса. То есть, вначале делается одна кожа, затем она проходит... Обработки. Огонь. Огонь, воду и медные трубы, да. Затем ее камнями окрасили вот. Но все-таки, грубо говоря, вот этот лук, который сегодня надет на нашим ведущим, но стоит не меньше... Миллиона. Миллиона. Миллиона тенгель? Да. И долларов. Нет, вы знаете, на самом деле у нас с политиком мы стараемся, как бы, цены делать как можно более приемлемые. Ну, потому что нам нужен оборот, да? Совсем приемлемые. Ну, у нас разное, разное. То есть, конечно, если вы хотите что-то такое, да, как правило, люди хотят... То, над чем там люди работали сутками, да. Ну, соответственно, и цена будет... Как дорасти до такого уровня? Все-таки по соседству продаваться с мировыми брендами, это уже какой-то статус. Это уже означает, что бренд уже четко занял свою позицию. Как дорасти до этого? Что нужно сделать и по каким критериям вообще отбирается? Никто же не может прийти сегодня в Саксовую дню и сказать, ребят, у меня есть коллекция, давайте-ка выставлюсь, я хочу выставляться. Как это происходит? Ну, знаете, это труд. Это труд, то есть, коллекцию в коллекцию, ты доказываешь, что не лыкал шип, да? Ну, а ты должны увидеть эту коллекцию где-то? Или можно прийти, например, в торговый центр и сказать, так, я выставлю... Это система франчайзинга, но вот, что касается Саксовую дню, то есть, ты должен соответствовать уровню международных брендов. И это непростая задача, и она стоила очень долгих ночей, да, труда и выработка стратегии. И финансовой части, так скажем. Не без этого? В числе, конечно, но вы знаете, тем не менее, как бы, я считаю, что каждый человек не должен думать, что он достиг успеха, потому что каждый день, ну, например, что касательно меня, да, я самой себе говорю, что я на самом деле на дне нахожусь, и я ничего не сделала. И это мне помогает двигаться, потому что тогда нет сомнений, потому что любое движение, оно вверх. И я считаю, чем выше ты поднимаешься, да, ну, опять-таки, все это субъективно и относительно, тем ниже ты должен себя занижать, вот как электричество занижает же до уровня розетки радио, которая даже током не бьет, да? Да. Вот человек должен работать над собой, это самая основная его работа. Но не было никогда звездной болезни? Спасибо Богу, я вам сказал. Да? Ребят, и кто вы? Мне кажется, это трагедия. Когда тщеславие зашкаливает, то человек теряет чувство реальности. И вот это ложное эго, оно его просто... Убивает. Сожрет. Да. Но все-таки... Чтобы не сожрал нас эго. Слушал нас эго, мы посмотрим, что заказывают у нас в Достоке Плаза. Здравствуйте, меня зовут Веропаева Даша, и я пользуюсь моментом, хотела бы передать всем привет и заказать клип Ани Лорак и мод Сопран. Ну что ж, я еще хочу, знаете, о чем у вас спросить? Мы знаем очень хорошо вашего брата, Тимура Трисбекова. У него есть своя группа Project Zenith. Как вы относитесь к его творчеству? Бывало ли такое, что вы к нему приходили и говорили, ну, Тим, ну смотри, ну здесь нужно было вот так сделать, или я бы сделала вот так. Или он, например, приходит и говорит, ну, знаешь, я бы пошел вот по-другому. Вы знаете, у нас Тимур, наверное, он очень такой мудрый, очень мудрый, несмотря на то, что он у нас самый младший в семье, да, он у нас такой, мы его, ну, с детства, да, можно сказать, обожаем, и умиляемся, и радуемся, и поддерживаем. И вообще в семье принято уважать мнение, как бы, каждого, да. Конечно, с советами все у нас, мы любим советовать, не отрицаю бы, а Гриша умывала, вот. Но он молодец в том плане, что он самореализовывается так, как он считает нужным. Потому что принятие того или иного решения, это ответственность, это твоя ответственность перед самим собой в первую очередь, перед своим творчеством, перед своими товарищами, да. И сегодня, и, казалось, ну, он, как бы, рассказывает свою историю, да, в которую, как бы, в которую лучше не лезть. А то можно пропасть, да. Мы видели недавно и Клипец его, замечательный. Фильм? Да, снят фильм. Мне очень нравится философия, которая рассказана в этом фильме. Ведь всем в погоне, да, как говорят же, на бегу мы видим лишь тела. Нужно остановиться, чтобы увидеть душу. Так вот, на самом деле, это такой юмористический короткометражный фильм, да, снятый на сегодня. Но с глубоким смыслом. Да, о том, что люди не хотят меняться и не хотят видеть то, что делается вокруг. Ведь так, сделай человеку 9 добрых дел, одно не смог ты сделать, да. Что делается? Перечеркивается. Все, что ты делал до. Это, к сожалению, сущность, суть. Человечество. Да. То есть, подари мир человеку. Он скажет, ой, а что ж ты завернуть не мог, что ли, в оберточную бумагу. Красиво подарить, нормально. Такая человеческая сущность. Есть у нас для вас каверный вопрос, на который вы должны честно ответить, положа руку на сердце. Я не под просягой. Правда ли, что вы вышли замуж в состоянии эффекта? А, это вы с интервью? Аффекта. Аффекта. Давайте разберем, что это аффект. Мы знаем, что вы вышли замуж в 17 лет. Это очень рано. Все-таки и воспитывали же вас очень жестко, да? И с чем это связано? Судьба, наверное, такая. У Бога свои планы. Но вы любили безумно в те 17 лет. Знаете, любовь – это такое чувство, которое, наверное, так все хотят его испытать, что противоречат ему самому. То есть это что-то, наверное, такое неизведанное и некая фракция, да? Совокупность чувств, где одно сменяется другим и в конце приходит к уважению, да? Ну так, в 17 лет что может сознательно? Может Богу дать. Да, сознательно. Ну, а мне интересно, вы когда-нибудь испытывали чувство невзаимной любви? Бывало ли такое в вашей жизни? Невзаимной? Да. Чтобы я пела, постучалась. Вот что-то типа такого. Вы знаете, я стараюсь вообще как бы негатива не избежать, да, в жизни всякое бывает. И зачастую это наши собственные домыслы, да, классификации того или иного чувства, да. И тяжело, и вот опять-таки, да, наша человеческая суть додумывать за кого-то, решать за кого-то. Вот. Причем и обижаться в конце на него, да, то есть я стараюсь объяснить. Ну, то есть, если даже такое и происходит, от чего никто, да, не застрахован, там можно любить солнце, планету, да, и плакать каждый день, что любовь без ответа. Отпылить, вот так, чтобы прям до матов материть, естественно. Вообще легко. Даже сейчас таки. Да. Что может вывести из тебя? Неправильно что-то сделали? Или, может быть, дети, они сделали там домашнее задание? Ну, вот с возрастом стараешься, как-то держать себя в руках, да, говоришь, у тебя есть руки? Так смотришь и говоришь, вот и держи себя в них. И с возрастом вы держите себя в руках? Да, с возрастом, наверное, более стало терпимее. Ну, да, спулить могу на грубость, на... В общем, на грубость нарвутся. Также, наверное, все-таки и на добром слое вы не скупитесь. Ну, просто месть это такое чувство, которое... Не то чтобы подается холодным, да. Ну, наверное, вера в Бога где-то заставляет тебя успокоиться, потому что... Вы все-таки считаете себя жестким человеком или же все-таки мягким? Знаете, я бы... Я думаю, да, вернее, надеюсь, да, что у меня есть хребет. Который никто не сломает. Да, некий стержень, но... Хотелось бы, конечно, хотелось бы быть, как говорят, хотелось бы быть доброй, пушистой, белой. Ну, а тут коней нас такую останавливать надо, а то избы горят. А то избы горят. Да. Как часто проводите свое время в социальных сетях? Вы знаете, я там нахожусь постольку, поскольку пытаюсь донести, да, вот опять-таки наше творчество, да, людей, то есть концептуально там вести страницу там какую-то, чтобы человек мог иметь какое-то представление, да. Потому что у нас же зачастую опережают какие-то другие прилагательные, да, нежели там, ой, кто это интересный, дай-ка почитаю вообще. А, ой, оказывается, оказывают политики, государственные службы есть такие, да, оказываются ученые Российской Федерации, оказывается, в 30 лет докторскую диссертацию в Академии наук Российской Федерации защитил. Ну, у нас нет такого, да, то есть первое, что, ой, конечно. Ой, вот это, конечно. За лайками охотитесь, за подписчиками? Я, как, вот, нет. Такого нету, да? Подписчиков не накручиваете? Нет, конечно, нет. Зачем? Это ведь аналитика, живая аналитика, которая и показывает твой рейтинг, да, собственно говоря. А если вот так вот откинуть работу, творчество, как отдыхаете? Я люблю, я люблю с детьми на море, если честно. Вот с компанией, да. Самый идеальный воздух, да? Себло люблю, да. Мы заметили, что вы не сторонник косметики. Тяжело вас когда-либо наблюдать там с боевым раскрасом. С чем это связано? Это со стилем связано или же просто лень? Вы знаете, наверное, всего понемногу, да? Ну, вообще, мы сторонники того, что человек красив, таков, как он есть, да? То есть, опять-таки, что касается макияжа, он имеет право быть, да, но он должен все-таки подчеркивать красоту, а что может быть красивее натуральности, юности, опять-таки, уходовую. Я за уходовую косметику больше, то есть, чтобы ты выглядел свежо, да, вот. Мощины ведь не красятся, и они совсем в их рейтинге не похожи. И совсем нормально выглядят, да? Да, а вот, ну, опять-таки, это навязанные стереотипы, что если я ресницы не приклею, ну, я некрасивая, а то, что у меня века нет, куда ресницы будут открываться, ничего страшного. Это второй вопрос, будем решать по мере возникновения, да, то есть, наклеить наклеила, открывать, куда? Вы против классической хирургии? Вы знаете, я не против, если она требуется, да, потому что, ну, бывает, что с возрастом, там, ну, что-то подпураю. Конечно, это выбор каждого, то есть, здесь не может быть каких-то навязанностей, да, ну, опять-таки, как бы, мне не нравится, но это мне не нравится. Если человек, все равно, пока человек не наестся, пока он не поймет, это бесполезно, потому что человек верит в то, во что он хочет верить. И тщетно звать врачу к больному, который не хочет исцелиться. Зачем? Согласна с вами. Остелять мы будем душу нашей музыкой, нашими видеоклипами. Здравствуйте, меня зовут Роман, я бы хотел посмотреть новый клип Леди Гаги. Еще один у меня вопрос, который я хочу вам задать. Смотрите, вот сейчас пошла такая тенденция, я имею в виду из нашей сферы, вот, телевидение, да, арт-певцы, я не знаю, возможно, дизайнеры какие-либо, актеры, все ринулись вести что-то, все телеведущие. Вот, но я тебе больше скажу, все телеведущие ринулись в дизайнеры. В дизайнеры. Как вы вообще относитесь к этой тенденции, когда один человек распределяется абсолютно на многие сферы? И причем не в одной сфере не достигает ничего. Кто не артист, не певец, они выпускают свою линию одежды. Там еще, причем подписывают ее как капсульная линия одежды. Вот интересно, ваше мнение на это. Это, наверное, некое, не, ну, вообще, как бы, человек многогранен и считает себя, наверное, разумно попробовать со всех сторон. Но, вообще, как бы, я сторонник того, что каждый должен быть на своих местах, да, то есть грань творчества, если она открылась, это прекрасно. Но если ты что-то делаешь, делай это достойно, не однодневкой, да, не одноразовым методом, а уже со стратегией, с тактикой, с четко выработанным, как бы, цель должна быть понятна, для чего ты там. Вот, знаете, когда я, как бы, пришла в фэшн, у меня действительно грань-то открылась, да, потому что юриспруденция – это тоже творчество, просто это норма творчества. А здесь, как бы, каждый человек, он же себя каждый день, вы одеваетесь, то есть каждый день вы проходите через практику стилиста, да, то есть, и, наверное, каждый считает, что, если он может, ну, например, я могу говорить, можно я буду ведущей, возьмите меня, возьмите меня. Вы принято. И, на самом деле, чтобы не быть посмешищем, да, просто нужно это делать серьезно, чтобы завтра, опять-таки, да, каких-то реплик в твой адрес не было, что там, ой, запела, там, затанцевала. Ну, хотя она может запеть очень прекрасно, и бывает же такое, что… А с нашими дизайнерами дружите? В каких вообще отношениях? Конечно. С кем дружите? Со всеми. Со всеми. Абсолютно со всеми. Мы, как бы… Но сейчас вы перебазировались, я знаю, что ваш офис находится в Париже. Да, там находится у нас. Я даже не слышал такой информации. Ну, казахстанский, ну, как бы, мы, да, мы казахстанский дизайнер, который сейчас, да, в Париже восторгал. Который находится сейчас в Париже. Почему не в Казахстане? Мы в Казахстане находимся, но так как Париж является полицей, да, модной с точкой, да, там выставляются вообще одежды на продажу? Вы знаете, вообще, как бы, когда идет дизайн чего-то, ну, я имею в виду одежда, да, коллекции разрабатывают, смотри, коллекции вперед, стратеги. То есть основная задача – чувствовать тенденцию, которая придет. А чтобы это все делать, ресерч, да, то есть изучать и так далее, то лучше находиться там, где это уже, как бы, имеет свою историю. Так, Жень, мы же совсем забыли про игру. Ты не хочешь поиграть? Я, я хочу поиграть. Все-таки сейчас у нас будет игра «Быстрый мозг», и буквально через пару мгновений мы вернемся. Странные игры у нас начинаются. Решили мы поиграть с вами в «Странные игры». «Быстрый мозг». А я буду играть? Да, конечно. А, я думала, зрители. Нет, ладно. Вы будете играть. В общем, даются абсолютно два слова, из которых вы очень быстро должны выбрать одно. Вот что первое говорит вам мозг, кто и выбирает. Просто выбирай или говорю почему? Нет, потом мы будем обсуждать. Готовы? Давайте попробую. Точно? Это нужно быстро. Абсолютно. Кожа, рожа? Рожа. Большой или маленький? Большой. Закон, флакон? Закон. Семья, карьера? Семья. Прада, кучи? Прада. Такси, автобус? Автобус. Сухарь, фонарь? Фонарь. Любить, забыть? Любить. Лягушка, квакушка? Квакушка. Первый или третий? Третий. Сын или дочь? Оба. Жеребцов или Алекс? Жен. Ой, это такой выбор. Музон это. Музон это музон. Вот мне интересно и безумно мне поразило то, что вы между автомобилем и автобусом выбрали автобус. Когда последний раз ездили вы на автобусе на автобусе? Вообще в этой жизни ездили? Я постоянно на автобусе, как все. Только не говорите, что никогда не ездили. На автобусе? Да. Ездила. Когда последний раз? Понятно. Десять лет назад, да? Вот мы споймаем. Нет, почему позавчера? Что-то мне подсказывает, что попахивает. Почему Прадо выбрали, а не будь чем? Ну, наверное, больше нравится. Ну, вообще, вы знаете, в каждой коллекции есть что-то, что нравится, если честно. А есть что-то, что отталкивает, да? Так, Жеребцов или Алекс? Че? Ну, вы знаете, это как Сократ или Толстой. Трудный вопрос. Толстой. Сын или дочь? Опа. Опа. Ну, это прекрасно, когда из... Кстати... Чтоб песню спели, спасибо за сына и за дочь. Да. Кстати, трое детей. Четвертого, пятого, шестого. Ну... Когда? На повестке дня есть. На повестке дня. Вот, знаете, передоносит молодая, успешная, творческая личность. Ну, вот, не похожа вот прям совсем на маму, да? Мы привыкли видеть маму такими вот какими-то... А вы космическая. Ой, вот, мне тоже снова стало интересно. Как вообще в последневной жизни ходит в супермаркет Аймер Турезбе? Вот в таких же экстравомансных нарядах? Ну, знаете, в основном спортивная одесса. Я очень люблю спорт. А, кстати, за спортом на ты или на вы? На мы. На мы? Да, с детства я занималась и занималась баскетболом. Играла за сборную Швейцарии юниорскую. Баскетболом даже вот так. Встречу со второго класса, наверное. Мы жили в селе, где у нас очень хороший баскетбол был. И затем я из него как Ломоносов когда-то из села вот... Выехала. Выехала, да. Почему юриспенденция? Привлекала всегда? Или, может быть, родители как-то посоветовали? Знаете, нет, наверное... Ну, вообще как бы гуманитарный склад ума. И, наверное, обостренное чувство справедливости. Мы всегда защищали всех слабых. Но вы работаете по профессии своей сейчас? Да. Усиленно. Конечно, наука. Это значит, вас можно увидеть в классике, в пиджачке. Защищающий народ. Это как Тимур говорит, когда ты в кабинете, к тебе с полным очим пузырём лучше не заходи. Какие планы вот на ближайший год? Что должно свершиться? На ближайший год? Ну, мы работаем сейчас над новой коллекцией. И хотим её... Каждый раз мы пытаемся сделать что-то такое вот... Объединить несколько сфер искусства. Я бы так сказала. Я очень люблю, когда идёт фьюжн. Ну, вот, например, театр, кинематография, фэшн. Искусство. Сколько работает человек в команде? Вы знаете, я не считала. Нас очень много. Ну, вот это 100, 200, 300, 1000 человек. Вот кто именно создаёт коллекцию? А, ну, кто именно создаёт? Ну, основной костяк. Сколько человек? Ну, вы, естественно. Я и моя команда. И я, и ещё раз я. Команда из скольки человек? Ну, вы знаете, нас много, правда. Потому что участвуем мы... Идёт весь ресёрч коллекции, да. Идёт аналитика, разработка. То есть, основной... Вот, если брать казахстанский офис, да. Вот, Диана Идрис, Махвал Касманова, там. Если брать французский, как бы, там тоже своя команда. Стилистов, фотографов, журналистов, PR-компании. Вы отбираете модель. Вот, мне ещё интересно. Модель? Да. Какой она должна быть? Чётко по стандартам каким-то? По концепции. Конечно, ну, конечно, должны быть физические данные. Должна быть пропорция. Должна быть естественная вот эта вот красота. То есть, всё, что over, мы умываем, расчёсываем. И ставим перед камерой, чтобы фотографировать. Умывайся. Ну, что ж, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Наконец-то. Это долгожданный гость. Мы рады, что поделились вы с нами планами на ближайшее время. Мы рады, что вообще гордость берёт за Казахстан, что мы донесли всё-таки вот наши традиции, нашу историю, вынесли за пределы Казахстана, да. И показали мировому рынку. И рынок оценил это, да. И сейчас зарубежные звёзды уже приобретают нашу казахстанскую одежду, да. И пишут о вас как о восходящем, серьёзном дизайнере из Казахстана. Это очень приятно. И приятно, что такие люди всё-таки, вы не забываете, вы не говорите там, ой, можно там не говорить о том, что я из Казахстана, да, и так далее. Наоборот, подчёркиваете вот и развиваете патриотизм, наверное, народу. Конечно, нужно всегда знать и помнить, кто ты, потому что без твоих корней ты никто. Ну, а прямо сейчас я предлагаю вот сказать пару слов нашим телезрителям, чтобы вот кто сомневается, да, в себе, может быть, кто говорит о том, что, ну, вот у меня не получится, неважно в какой сфере, чтобы они... Да, и вообще направили. Ну, по-не поняли. Ну, во-первых, спасибо вам, да, огромное. Действительно, получила такое удовольствие сегодня, утолила интеллектуальный голод, да, где-то высказать, потому что недосказанность – это вечная драма, да. Проблема. Вот. Зрителям хотелось бы пожелать, во-первых, крепкого здоровья, успехов, не бояться, не сомневаться, а идти вперед, идти своим путем, да, то есть не чьим-то, не пытаться прожить чью-то жизнь, а жить свою собственную, вот, найти себя и быть в гармонии с самим самим. Ну, а мы желаем вам только успехов, и я надеюсь, через год мы встретимся с вами вновь. Опять о чем-нибудь интересном, а может быть и раньше. Спасибо большое. Меня зовут Алина, я хочу порекомендовать вам клип «Дима Билан. Так не бывает». Женя, я хочу тебе показать, чтобы ты и я посмотрели интересные картинки из Инстаграма. С удовольствием. Ну что ж, смотри. А теперь давай смотреть. Да, первая фотография. Мода. Как раз мода, да. Ты знаешь, что ты со мной делаешь? Ну, смотри, у него очень крутые штаны. Это штаны гармошка. Гармошка. Или... И рубашка не гармошка. И рубашка не гармошка. Кстати, цвет чуть-чуть похож на твой сегодняшний обувь. Да, мне очень нравится цвет, но я бы такую одежду, наверное, не наделал. Ладно, давай, что там дальше. Мамочки, ну, наконец-то, Джастин Дивер вернулся в соцсети. Да, он, кстати, восстановил свой Инстаграм, поэтому, друзья, если вы от него подписались, подпишитесь обратно. А, кстати, почему он удалился? Он удалился, потому что у него был спор с Еленой Гомес. И он, видимо, его проиграл. Он все-таки его проиграл, и как настоящий мужчина, он все-таки сдержал и удалил свой Инстаграм, где у него было 77 миллионов подписчиков. Обалдеть. Ты бы такой точно не сделал. Нет, конечно. Едем дальше. О, боже мой. Недавно отгремела церемония Грейми. Какая красота. Посмотри. И смотри, Женя. И ведь многие... А ты узнала, кто это? Конечно, это же Бейонсе. А, да, да. Многие, между прочим, сказали, ой, как так можно? У нее же живот, у нее же ребенок. А многие ее похвалили за смелость, за то, что она смогла выйти. В таком одеянии еще и спеть. Еще и спеть. А это на самом деле тяжело. Поэтому ставим двойной лайк от тебя и от меня сразу. Все, поехали дальше. Кто это? Женя, это Маршал Перрин. Вот, пожарный из Канады. Ты представляешь, как в Канаде выглядят пожарные? Очень креативно. А тут еще комментарий такой, знаешь, я думаю, что пожары он тушит после себя. Извините. Ну, действительно. Как ты вообще относишься, когда все-таки... Такой брутальный и такой красивый и похожий вообще в принципе на модель какого-нибудь известного бренда работает пожарников? Ну, это очень сексуально, я думаю. Едем дальше. Так. Так, что это у нас? О, это у нас Адель. Да. В 2012, 2013, 2017 год. Я тебе хочу сказать больше. Она стала триумфатором на церемонии Грэмми и забрала около пяти наград, по-моему. Что изменилось? Вот скажи, она стала по-другому краситься. Она, по-моему, похудела и похорошела. Да, начнем с того, что она сильно похудела. И, наверное, сейчас все-таки она питается правильно. И, думаю, продолжит в том же... Ну, конечно. После того, что она получила столько наград, мне кажется, любой продолжит. Слушай, Адель, мне кажется, очень интересная личность, потому как ежегодно, из года в год, она постоянно получает какие-нибудь награды. Ну, Жень, мне интереснее тебя, это точно. Ну, это уж понятно. В общем, заходите на Амузон, нижнее подчеркивание ТВ, смотрите наши выпуски шоу «Три в одном» и, конечно же, ставьте хэштеги, если у вас есть интересные какие-нибудь публикации. Всем доброе утро. Я хочу послушать песню «Виагра» «Кто ты мне?» Жень, мне кажется, сегодня наш выпуск был не то, что такой крэйзи, он был такой философский. Но после этого выпуска я задумаюсь о многом. Ты знаешь, он был не то, что философский, а он был космический. И, мне кажется, перед нами сидела девушка-мотиватор. Да, космическая женщина Айгур Турезбек. Современная, которая успевает все. Быть мамой троих детей, быть мировым дизайнером, а еще работать на серьезной работе. Вот, а поэтому, девчонки, те, кто говорят о том, что у него нет времени, кто-то что-то не успевает, посмотрите наш выпуск, и вам все станет понятно. Все-таки не только девчонки, а также и мальчишки, которые лентяри. И их родители. Ну что ж, мы увидимся уже совсем скоро. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok